МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Диалоги о здоровье». В прошлых наших передачах мы уже подробно останавливались на основных глазных заболеваниях. Но самое распространенное из них – это так называемое нарушение рефракции глаза. Хорошо всем знакомые близорукость, дальнозоркость и астигматизм. О том, каковы причины этой патологии, как она развивается, как можно ее предотвратить и, самое главное, какие новые методы лечения есть на сегодняшний день в арсенале офтальмологов. И будет наш рассказ. Я еще хотел бы остановиться на том, что в это сложное время иркутский филиал МНДК «Микрохирургия глаза» имеет определенные запасы всех материалов для того, чтобы продолжать производить такие операции. Так что вы можете приходить к нам и получать полноценную офтальмологическую помощь. Я думаю, что и в дальнейшем, когда все восстановится, мы будем пользоваться самыми передовыми мировыми технологиями для того, чтобы помочь нашим пациентам. Итак, начинаем. Итак, рефракция глаза. Что же это такое? Это всем хорошо знакомые слова – близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Все это мы хорошо знаем, но для того, чтобы вы представляли, я покажу на разрезе глаза, который вот здесь представлен. И начнем мы с наиболее распространенного вида нарушения рефракции – это близорукость. В норме свет проходит через глаз, попадает на сетчатку, дальше идет в зрительный нерв и в головной мозг, где ассоциируется то изображение, которое мы видим. Но вы знаете, что человек смотрит двумя глазами, и получается два изображения. Но в человеческой организме мозг устроен так, что эти изображения сливаются, и получается единая картинка, которую все мы с вами видим. Это называется бинокулярное зрение. Итак, для того, чтобы все это произошло нормально, условия такие – среды глаза, роговица, хрусталик, стекловидное тело, когда свет проходит, должны быть прозрачны, свет должен попасть на сетчатку, в центральную ее часть, которая называется макулой, фовия, и дальше по нервным волокнам передаться в зрительный нерв и в головной мозг. Но не всегда это получается, даже когда среды прозрачны. Почему? Потому что нарушается преломление тех сред, через которые проходит свет. В первую очередь это роговица. Роговица очень сильно преломляет потоки света при близорукости. Происходит это либо врожденное, либо приобретенное, но мы не будем касаться этой темы. И так, сильно преломляя свет, получается фокус перед сетчаткой, то есть перед тем местом, где он должен быть. Изображение получается размытое, человек плохо видит вдаль, вдаль, вблизи, он видит, в принципе, нормально. Это близорукость. Дальнозоркость – это обратное состояние. Это слабая рефракция, то есть свет преломляется слабо, и вот лучи проходят за сетчатку, и там уже образует свой фокус. То есть не попадают в то место, которое положено, в эту самую макулу и фовию. А стигматизм, когда нарушено преломление сетчатки в разных меридианах. В вертикальном меридиане оно одно, в горизонтальном – другое. И получаются такие косые лучи, которые тоже не попадают на фокус сетчатки. И для того, чтобы скомпенсировать вот это нарушение рефракции, нужны либо специальные линзы, сложные, очковые, либо контактные специальные линзы, или вот операции, которые все эти дефекты может устранить. Итак, близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Современные методы коррекции и рефракции, то есть операции, которые позволяют ликвидировать злополучную близорукость, дальнозоркость и астигматизм, существует не так давно их несколько видов. И об этом, и о других вопросах мы поговорим с одним из ведущих рефракционных хирургов нашей страны, заведующей отделением рефракционной хирургии МНТК микрохирургии глаза, кандидатом медицинских наук, Олеся Валерьевна Писаревской. Здравствуйте, Олеся Валерьевна. Писаревская Олеся Валерьевна, заведующая рефракционным отделением МНТК микрохирургия глаза имени академика Фёдорова. Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук. В 2000 году закончила Иркутский государственный медицинский университет. Под её руководством в отделении освоены и широко применяются фемтосекундные технологии коррекции зрения с использованием лазерной установки нового поколения. За годы работы в Иркутском филиале МНТК микрохирургия глаза она провела более 15 тысяч операций. Олеся Валерьевна ежегодно выступает с докладами на отраслевых конференциях, в том числе и за рубежом. Пробудет показательные операции онлайн для офтальмохирургов Российской Федерации и иностранных коллег. Её работа высоко оценена специалистами Индии, Испании и Дании. Наших телезрителей интересует причина возникновения близорукости, дальнозоркости, как с ней бороться. Многие спрашивают, страшно ли это и больно ли это идти на операцию. Какие новые методы есть? Вот немножко об этом. Ну, хотелось бы отметить, что близорукость в большинстве случаев, это, конечно же, имеет наследственный фактор. Если родители близорукие, то дети, наверное, даже в 90% случаев будут близорукие. При этом необходимо следить родителям за детьми. Если видят родители, что ребёнок близко, сидит около телевизора. Если ребёнок, допустим, очень близко рисует, наклоняет голову, то родители не должны забрасывать ситуацию. Необходимо просто прийти в отделение охраны зрения детей, допустим, в нашем филиале, и пройти полноценную диагностику. Мы все знаем, что есть понятие ложной близорукости, есть понятие именно близорукость, как близорукость. И в этом случае вам именно врач детского отделения поможет правильно поставить диагноз, подобрать очки, если не есть необходимость, пройти лечение. Если же это взрослый пациент, у которого уже всё стабильно сформировалось, в этом случае мы можем помочь ему рефракционной операции. Но прежде чем обещать пациенту, что мы вас прооперируем, и вы будете прекрасно видеть, пациент должен пройти полную диагностику. Есть такое мнение о том, что диагностика – это очень быстро. Нет. Вся диагностика полная длится от 3 до 5 часов, и это надо помнить. Нужно посвятить этому день. Иметь терпение. И терпение, да. Потому что от пациента необходимо не только, что мы проверим зрение, но необходимо расширить зрачок пациенту, для того, чтобы посмотреть сетчатку, посмотреть состояние сетчатки, потому что большинство близоруких имеют ещё периферические дистрофии сетчатки. Если врач на приёме выявляет такое изменение, да, которое впоследствии может привести к отслойке сетчатки, то мы предлагаем лазерное лечение, которое можно порой провести в этот же день. Поэтому прежде чем, допустим, пойти на операцию, вот я хочу, нет, надо пройти полную диагностику. И вообще лучший вариант не только для пациента, и не только для рефракционного хирурга, чтобы пациент два раза, два-три прошёл диагностику в динамике, по той причине, что есть такое правило. Если зрение стабильное в течение года пациента, то это уже стабильная близорукость, и только в этом случае возможна операция. Если пациент замечает, что в течение гонного зрения снижается на диоптере, на полдиоптере там или больше, да, мы можем говорить в этом случае о том, что это прогрессирующая близорукость. И на этом фоне никакая рефракционная операция невозможна, так как мы прооперировав пациента, он нам может через год прийти опять с минусом, да, опять видеть плохо, и вот то ощущение комфорта, которое он получил в первое время после операции, оно просто потеряется. Поэтому мы стараемся своих пациентов в какой-то период наблюдать. Есть же такое правило, семь раз отмерять, один раз отрежь. Вот здесь оно как нельзя лучше работает. Олеся Владимировна, вот скажите, арсенал хирургический, арсенал диагностических оборудований в мире, он постоянно обновляется, он постоянно усовершенствуется. На каком уровне сегодня находится МНТК микрохирургии глаза, где вы возглавляете отделение? Ну, я считаю, что мы находимся вообще на высшей точке, да, сейчас вершины рефракционной хирургии. Мы имеем самый лучший лазер, который есть, как эксимерный, так и фемтосекундный. Два фемтосекундных. Да, вот я и хотела сказать, при том, что мы имеем два лазера, я думаю, что, ну, редко в какой клинике такая возможность есть, да. Мы имеем эксимерный лазер, работающий с такой скоростью, который вообще минимально травмирует роговицу, и пациент, ну, просто в какие-то в считанные секунды операция проходит, некоторые даже не понимают, да. Поэтому плюс, надо не забывать, что у нас очень, как бы, даже, можно сказать, крутая диагностическая база, да. У нас есть все методы обследования, которые необходимы для рефракционной хирургии. Некоторые клиники, да, которые не имеют тот же прибор Пентакам, который априори должен быть в любом рефракционном отделении, без него просто нельзя есть подобрать пациента. Мы знаем, да, что бывают такие скрытые кератоконусы, которых именно только вот с этим обследованием можно выявить. А если мы этого не сделаем, мы можем просто пациенту навредить. Поэтому, конечно, имея такой, как бы, арсенал... Да, есть пациенты, которым мы отказываем, они обижаются, но надо понять, что если есть возможность, мы всегда прооперируем, да. Но есть случаи, когда надо подождать, когда надо просто отказаться. То есть главный принцип медицины – не навреди. Да, да, и не надо, как бы, порой на нас обижаться, но не нужно, потому что мы к каждому пациенту относимся как к своему родственнику, да, чтобы не сделать хуже. Это достаточно сложный и длительный процесс, связанный не только с оборудованием, но и с расширением зрачка, который... Конечно. Но надо помнить еще про то, что раз много народу приходит, да, значит... Значит, да. Вот как раз про эту тему я хотел вас спросить. У вас, я знаю, удивительные случаи, ну, их большинство, когда человек ощущает радость в жизни, просто меняется психология человека. Вот он пришел одним и выходит совершенно другим. Вот что-то из запоминающихся, расскажите. Ну, конечно, такие случаи, да. Это в каждый операционный день есть такое. Ну, знаете, есть как-то вот такая... У моих пациентов привычка, они вот каждый операционный день, я выписываю, есть человек, который хочет обнять. Говорит, можно я вас обниму, потому что... А сейчас это опасно, особенно вас обнимут. В масках, да. Ну, это вот до такой степени приятно, что человек проникнулся, ну, не каждого даже, да, хочется обнять. У меня есть пациентка, я помню, когда я только начинала оперировать, она меня очень впечатлила. Когда она пришла, я сказала, доктор, вы представляете, я встала утром, смотрю в окно, а там не размытые пят, а там дерево. А я на дереве листья вижу. Говорит, я никогда даже в очках так не видела. Я тоже вам поделюсь своей пациенткой, когда я занимался раньше в токсимирной хирургии, она только начиналась, и прооперировал пациентку, которая имела минус 16 близорукость. И вот она работала со своим начальником, он мой друг, долго его помощницей. А потом, когда она сняла очки, а ей уже было далеко, за 30-40 лет, она подошла к нему и на него смотрит. Он говорит, что ты на меня так смотришь? Она говорит, так вот же вы какой. То есть очень интересные случаи, которые вдохновляют и врача особенно. И знаете, мне кажется, стоит отметить о том, что у нас рефракционная хирургия все равно имеет уже достаточно большой срок. Мы начинали с самых АЗОВ, с ФРК, с феркальной хирургии, дошли до самой верхушки. И за этот вот большой период уже приходят матери, ранее оперированные, приводят своих детей. Четверть века? Конечно. И вот именно, я думаю, что это большой показатель, когда мама приводит ребенка в ту же клинику. То есть они доверяют? Вот, Елизавета Леонидовна, есть разные операции. Мы не будем вдаваться в тонкости медицинских манипуляций. Вот просто принципы одной и другой, чтобы людям было понятно. Они же выбирают иногда вот это смайл, это название, улыбка. На сегодняшний день у нас есть две основные такие технологии. Это клапанные, да? Можно я покажу? Вот когда на этапе формирования, первым этапом является формирование вот такого роговичного клапана. Когда в ходе хирургии мы его специальными инструментами поднимаем, и там непосредственно уже эксимерный лазер выпаривает роговицу, делая ее тоньше, клапан возвращается на место, и в течение где-то 5-7 часов полностью вот здесь эпитализируется, адаптируется, эпитализируется, и пациент вот это именно 5-7 часов чувствует дискомфорт, резь, какое-то там неприятное ощущение в глазу. К этим технологиям относится технология ЛАСИК, которая уже больше, я думаю, 25 лет. К этой же технологии относится технология ФЕМТО-ЛАСИК. Но разница даже между этими двумя технологиями в том, что в первом случае производится формирование этого лоскута с помощью лезвия. лезвия едет по роговице и срезает вот этот лоскут. Это безболезненно. Да, это безболезненно, но неприятно. Шум какой-то, само ощущение, что тебе в глазу лезвие едет, это неприятно. Вторая технология, которая наиболее развита у нас, это, конечно же, технология ФЕМТО-ЛАСИК, когда вот этот роговичный лоскут, он формируется лазером. Это быстро, безболезненно, пациент испытывает только туман. Но, как бы то ни было, рефракционная хирургия развивается, и в настоящий момент самым таким эффективным, самым безопасным, безболезненным и, ну, наверное, самым сейчас популярным методом является технология СМАЙЛ, когда происходит не выпаривание, а формирование лентикулы внутри, в толще роговицы, и она удаляется совершенно через маленький доступ, вот как здесь, да, ну, доступ в среднем где-то 2 милин. Ни швов, ничего, нет, ничего. Но мы помним, да, что здесь у нас был с вами клапан, поэтому желательно исключить любые контактные виды спорта, да, где может быть удар. Это вообще редкий случай, но есть случаи, когда лоскут может просто сместиться чем-то острым предметом травмоглаза. В том случае, если это СМАЙЛ, здесь ничего сместиться не может, потому что доступ совершенно маленький, и он эпитализируется в течение часа-двух. Ну, такие фантастические вещи, но смысл, о котором я говорил, это один – снизить преломляющую способность роговицы и либо вот лоскутом, либо выпариванием уменьшить вот это преломление, чтобы свет падал в фокус на сетчатку и в дальнейшем в мозг. Поэтому принцип один – методы разные. Ну, вот мы, в принципе, основные вещи рассказали. Не будем вдаваться в медицинские детали, кому мы отказываем. Ну, поверьте, да, что отказываем мы не просто из-за своей вредности. Я просто хочу вот от себя, от имени многочисленных пациентов, пожелать вам успехов, вот счастья такого хирургического, когда вы видите таких больных, и чтобы всегда приходилось работать на лучшем оборудовании, лучшем инструменте. Вот это да. Чтобы мы имели эту возможность, а мы, слава богу, ее имеем, даже несмотря на вот эту вот сложность. И очень сложную ситуацию еще. Автальмологи всего мира бьют тревогу. С каждым годом число выявлений миопии у детей увеличивается. По статистике ВОЗ, каждый четвертый школьник сегодня имеет проблемы со зрением. Смартфоны, компьютеры, малоподвижный образ жизни – все это негативно сказывается на здоровье глаз наших детей. Как сохранить зрение и не допустить развития миопии? Об этом мы поговорим с врачом-офтальмологом детского отделения МНТК-микрохирургии глаза Каратыгиной Кристиной. Здравствуйте, Юлия. Кристина Андреевна, расскажите, пожалуйста, почему в наше время так распространена миопия среди детей, особенно если сравнить с их родителями. То есть раньше эта проблема не стояла так остро, а сейчас, но это просто такая эпидемия, можно сказать, да, 21 века, и офтальмологи все, в общем, достаточно озадачены вот этой проблемой. Почему так происходит? Конечно, это связано, в первую очередь, с появлением электронных девайсов. То есть сейчас у ребенка, как только он идет в школу, даже младший возраст, ребенок с телефоном уже находится с раннего возраста. Когда ребенок идет в школу, у него много зрительной нагрузки, то есть приходит со школы, весь вечер сидит в телефоне. То есть ребенок постоянно смотрит длительное время вблизи. С этим связано изменение зрения, именно появление более ранней близорукости. А в чем опасность вот этих смартфонов постоянно? Вот механизм какой происходит в данном случае? Почему именно нарушается зрение? То есть когда ребенок долго смотрит вблизи, ну, допустим, это телефон, глаз приспосабливается на то, что он очень долго смотрит на близком расстоянии. Таким образом, патологический глаз начинает быстрее вытягиваться, а увеличение передней-задней оси глаза на несколько, даже на полмиллиметра приводит к тому, что ребенок начинает плохо видеть вдаль, то есть появлению и развитию близорукости, ну, или миопии по-другому. Если у ребенка нет предрасположенности к миопии, то смартфоны и частое использование гаджетов все равно может вызвать? Или если у ребенка нет предрасположенности к этому, то в любом случае у него останется стопроцентное зрение? Даже если у ребенка нет предрасположенности, но он часто пользуется смартфонами, гаджетами, то это все равно приведет к тому, что может снизиться зрение. Конечно, это зависит и от анатомических особенностей в том числе, но вот есть определенное количество времени, которое нельзя допускать, чтобы ребенок там, допустим, много проводил времени в телефоне. Поэтому вне зависимости от есть предрасположенность, нет ее, от наследственности, близорукость может появиться совершенно у любого ребенка. То есть роль играет здесь большую наследственность? Наследственность в том числе играет роль, то есть если у кого-то из родителей есть близорукость, то ребенка необходимо обследовать как можно раньше, как можно чаще, потому что предрасположенность, она однозначно есть. И как ребенок пошел в школу? То есть вот факторы, которые влияют на увеличение зрительных нагрузок, приводят к тому, что близорукость, она, конечно, может появиться раньше. То есть здесь необходимо его как можно раньше показать офтальмологу. Если миопия обнаружена, в данном случае есть какие-то профилактические меры для того, чтобы не допустить прогрессирования вот этой миопии? Профилактические меры именно по прогрессированию они определенно есть. То есть есть определенный перечень, который необходимо соблюдать. Но в первую очередь это касается зрительных нагрузок, касается постоянного ношения коррекции, то есть это либо очки, либо линзы. И также соблюдение рекомендаций вот в плане рабочего места, в плане сколько времени можно тратить, допустим, на те же выполнения домашних уроков, на просмотры телевизора, на гаджеты и так далее. То есть рекомендации есть, и можно приостановить прогрессирование близорукости, даже если она уже появилась. Замедлить прогрессирование, конечно, можно. А сколько вообще врачи-офтальмологи разрешают детям играть вот в эти компьютерные игры? Ну вот сколько в день это может? Да, то есть у нас, если это касается конкретно компьютера, компьютерных игр, то если это нормальное, хорошее рабочее место, то есть экран находится у нас на определенном расстоянии, ребенок не сидит близко, то в принципе это допустимо, да. В компьютер играть можно, но вот суммарно за весь день все-таки с перерывами компьютер плюс телевизор не более двух часов. Обязательно с перерывами. Бытует мнение, что если ребенок, вообще человек, надел очки, то глаз может разлениться. Ну то есть вот насколько это... Нет, это вот это, к сожалению, миф, да. Раньше вот откуда-то это пошло, и родители некоторые вот придерживаются этого. Нет, на самом деле такого нет. Если ребенок не будет, ну если мы говорим о близорукости, о миопии, то есть когда плохо видно вдаль, если ребенок не будет носить очки, то глаз таким образом никак не тренируется, то есть ребенок просто плохо видит. И наоборот, даже на фоне этого близорукость может прогрессировать еще быстрее, потому что он плохо видит, он щурится постоянно, ему некомфортно. То есть это наоборот приводит к улучшению зрения, но никак не тренировкам, и глаз таким образом он никак, ну, на фоне ношения очков он разлениться не может. То есть это ошибочное мнение. За какой партой лучше сидеть? Вот если у ребенка все хорошо со зрением, и если есть какая-то проблема? Если у ребенка все хорошо со зрением, то в школе можно сидеть абсолютно за любой партой. Если есть определенные проблемы, то есть если, ну, в зависимости от того, опять же, какой это диагноз, какие проблемы, но при близорукости, мы говорим конкретно сейчас о ней, можно сидеть в бачках, ну, либо в контактных линзах, то есть с коррекцией, можно сидеть за любой партой, ребенку будет комфортно, хорошо видно с любой парты, если мы говорим о близорукости. Ну, опять же, в зависимости от того, сколько диоптрии, эта близорукость там тоже имеет место свои различия, поэтому тут, но в принципе это возможно, возможно за любой. Ну, последний вопрос. Какие общие рекомендации для того, чтобы все-таки сохранить зрение детей? Ну, вот самое первое, основное, это, конечно, гигиена зрения. То есть что мы подразумеваем под этим? Это в первую очередь соблюдение зрительного режима. В первую очередь это касается длительных зрительных нагрузок на близком расстоянии. Если это вредные нагрузки, такие как телефон, то по времени нужно прямо очень строго их ограничивать, если вы хотите сохранить ребенку хорошее зрение. Если это полезные нагрузки, такие как домашние задания, читать, писать что-то там, вышивать, не важно, то нужно просто делать почаще перерывчики, то есть каждые минут 20 перерыв должен быть вот, точнее, каждые 20 минут должен быть перерыв хотя бы на какой-то небольшой период, чтобы глазки могли отдыхать, то есть для ребенка вредно смотреть вот долго вблизи. Ну и если это близорукость, постоянная коррекция, также обязательно осмотр раз в полгода у офтальмолога с назначением правильно подобранной коррекции, это тоже очень важно, и осмотром глазного дна. То есть очки нужно менять вовремя, это не работает так, что вы один раз обследовались, а потом спокойно годами ходите, у ребенка уже зрение могло за это время испортиться, потому что ребенок растет, с ростом ребенка растет и глаз, то есть близорукость может спрогрессировать вот за счет именно физиологии, за счет роста глаза, роста ребенка. Беречь хорошее зрение нужно с детства, для этого каждый родитель должен ответственно относиться к режиму использования гаджетов и вовремя показывать ребенка врачу-офтальмологу. Но знают ли сами взрослые, «Как сохранить здоровье глаз». Я гимнастику делаю там периодически, то в одну точку посмотрю, то далеко вот куда-то там, вот такая у меня история. Да ничего я не делаю, если честно, но я мысленно о нем заботен. Да, только что проверяюсь и планирую. Посещаю окулисты, слежу за тем, как сижу, работаю за компьютером, вот так далее. Капли капаю. Капельки капать и помогают? Ну да. А зачем капать? Какие-то проблемы есть? Ну есть, конечно, возраст. Наша программа подошла к концу. Надеюсь, она была интересной и информативной для вас. Я хотел бы предупредить вас, не смотрите и не слушайте постоянную рекламу. Какой-то прибор на 100% вас вылечит от катаракты, близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Это все полная ерунда. Доверяйтесь только профессионалам. Желаю вам всего доброго. До новых встреч. И будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова